Добрый вечер! Это программа «Реальная экономика» и я ее ведущая, солдат Кудайбердиева. Автомобильное топливо до конца марта следующего года дорожать не будет. Таков главный итог последних переговоров российского правительства с российскими нефтяными компаниями, которые держали цены на горючее на стабильно высоком уровне на протяжении последних 5-6 месяцев. Повлияет ли теперь данное решение на отечественный рынок ГСМ? Почему ценники на автозаправочных станциях до сих пор продолжают оставаться высокими? И насколько успешны попытки правительства найти альтернативные варианты поставок нефтепродуктов? Будем разбираться в этом вопросе вместе с нашими гостями в студии. Добрый вечер! Добрый вечер! Сегодня в нашей программе принимает участие министр экономики Кыргызской республики Олег Панкратов и заместитель исполнительного директора Международного делового совета в Кыргызстане Даниар Медеров. Еще раз добрый вечер! Здравствуйте! Уже несколько дней, как сообщают российские СМИ, на российском рынке горючее смазочных материалов наступило некое затишье. Цены как бы не растут, но и не снижаются. Правда, такая ситуация наблюдается на фирменных заправках. Во всех остальных топливо как дорожало, так и дорожает до сих пор. Что, собственно, происходит и в нашей стране. Олег Михайлович, договоренность, которая была принята на днях в России, должна ли была распространяться на нас? То есть должна ли была произойти цепная реакция? Вы знаете, те процессы, которые происходят в Российской Федерации, имеются в виду в сфере обеспечения нефтепродуктами, они имеют определенные особенности, которых нет у нас. Потому что там присутствуют уникальные ситуации, когда все эксперты отмечают о том, что фактически российский рубль сегодня несколько занижен по своей стоимости по отношению к доллару. И это одна из первых причин, которая стала стимулом, чтобы российские экспортеры были мотивированы больше продавать нефтепродукты на европейские рынки, азиатские рынки, чем продавать на внутренний рынок. Соответственно, как будто это искажение спроса предложения на внутреннем рынке, оно повлекло за собой ситуацию, когда цены на внутреннем рынке начали расти. И российское правительство, я так понимаю, вынуждено было идти на нерыночные механизмы регулирования, то есть путем административного давления, можно так сказать, либо договоренности какой-то, заключив соглашение, которое обеспечивает заморозку цен на уровне мая месяца. Но это соглашение действительно распространяется только на вертикально интегрированные компании, которые могут субсидировать розничную цену за счет прибыли на добычь и переработки нефти. Вот те компании, которые работают в рыночных условиях, которые просто занимаются реализацией, Российской Федерации, насколько я знаю, около 60%, естественно, такой возможности не имеют. И поэтому они продолжают как бы ценообразование устанавливать на основе себестоимости плюс спроса предложения. И поэтому там рост цен отмечается. Поэтому говорить о том, что для нас будет субсидирование цен за счет добычи, это, наверное, было бы не совсем верно. То есть мы можем на это и не рассчитывать? Скорее всего, да. Если обратить внимание на данные сайта Global Petrol Price, который ежедневно следит за стоимостью бензина во всех странах мира, то за последние три месяца самая высокая цена в Кыргызстане была зафиксирована именно в первой половине ноября текущего года. Ну, в среднем почти 70 центов за литр. Во всех остальных странах, от Центральной Азии, да, бензин стоит дешевле. Ранее отдельные депутаты уже заявляли о том, что у них есть подозрение, что между участниками рынка, между участниками отечественного рынка, да, идет некий сговор. И это, возможно, повторится еще не раз, да. Даниил Расултанович, насколько оправданы подозрения нардепов, да, и насколько правительству удается регулировать этот вопрос? Да, спасибо, Салтанат, вы поднимаете очень актуальную тему. Ну, судить о том, существует ли в настоящее время сговор между компаниями и так далее, это, наверное, уже вопрос к отдельным профильным государственным органам. Я, будучи в прошлом сотрудником одной из крупнейших нефтетрейдинговых компаний в Кыргызской республике, я могу вам официально заявить, достоверно заявить о том, что ценообразование на нефтепродукты в рамках вот таких вот крупных легальных нефтетрейдеров, оно осуществляется в строгом соответствии вот с теми нормативами, которые, во-первых, устанавливает государство, да, вот, и, во-вторых, вот с точки зрения, скажем так, такого вот справедливого ценообразования в отношении граждан, населения и так далее, да. По официальным данным, вот данные на Статкома, они говорят о том, что с начала года, значит, на бензиновую группу 8% увеличения, да, произошло на дизельное топливо 15%, то есть это официальная статистика, за 9 месяцев 2018 года, вот, то и в свете, скажем так, вот тех сообщений, которые вот муссируются в средствах массовой информации за последнее время о том, что Кыргызская республика в рамках диверсификации поставок в настоящее время рассматривает вопрос о возможном подписании соглашения о поставках ГСМ из республики Кыргызстан, Казахстан в Кыргызстан, извиняюсь, вот, держат остатки ГСМ на минимальном уровне для того, чтобы в случае подписания соглашения и вот возможности импорта уже контрактоваться с Казахстаном. То есть, вот целый ряд факторов на сегодняшний день, объективных, да, в том числе и вот, значит, перманентный рост отпускных цен заводов-изготовителей в Российской Федерации, да, как один из основных факторов влияния на внутренний рынок страны, все это, конечно, побуждая, скажем так, внутренних нефтетрейдеров корректировать вот здесь цены на внутреннем рынке в сторону увеличения. То есть, мы здесь видим Узбекистан, мы видим Туркменистан, мы видим Казахстан, то есть все три страны, которые имеют свои запасы углеводородов, свою перерабатывающую промышленность, поэтому, конечно, как бы с ними конкурировать нам достаточно сложно. Те страны, которые не имеют, то естественно, мы как раз здесь-таки находимся в лидерах, у нас самая низкая цена, даже самое, как бы, интересное то, что получая практически 80% топлива из Российской Федерации, цена в Кыргызстане ниже, чем в России. У нас есть, как бы, компании, которые занимают доминирующее положение на рынке, соответственно, они мониторятся постоянно антимонопольным комитетом и, как бы, никаких нареканий, выходы, насколько я знаю, со стороны антимонопольного органа не было. За счет каких расходов складывается цена на бензин в Кыргызстане? Значит, цена складывается от стоимости отпускной цены с завода потребителей. 55% по-моему. Плюс, как бы, транспортная составляющая, плюс, естественно, как бы, допустимый уровень вентабельности. Он достаточно невысокий, потому что, я говорю, компании, фактически многие являются монополистами, поэтому, как бы, произвольно устанавливать высокую маржу они не могут. Это будет сразу, как бы, привлечет за собой реакцию со стороны антимонопольного органа. Поэтому, как бы, главная составляющая в стоимости топлива, которое мы получаем у себя уже, это отпускная цена с завода-изготовителя. А вот, насколько она связана с ценой на нефть, здесь, конечно, нужно сказать, что 71% в цене на нефть это фискальная составляющая, в цене на АГСМ фискальная составляющая. То есть, менее 1,3 только зависит от стоимости на нефть. В основном, это связано с, как бы, налогами, пошлинами, акцизами и так далее, которые включаются в стоимость. Эксперты уже заявили о том, что вот затишье, которая сейчас наступила на российском рынке, да, в какой-то степени это затишье перед бурей. Причиной возможной бурей, да, они считают реализацию инициативы российского правительства поднятия акцизы, да, акцизный налог в полтора раза в следующем году. То есть, во всяком случае, этот рост, он уже заложен в бюджете следующего года. Если это вступит в силу, это решение, то это может автоматически привести к следующему этапу повышения цен на бензин. Абсолютно верно. Безусловно, повышение тех или иных фискальных мер, да, и так далее, оно вызовет необходимость в структуре цены, их ценообразования, учитывать данное повышение. Олег Михайлович, вот Министерство экономики, да, располагая всеми вариантами развития этих событий в следующем году, да, сколько вариантов сценариев разработало? Не могли бы подробнее об этом рассказать, чтобы мы уже знали, да, что нас ждет в следующем году? Да, действительно, есть планы правительства поменять ставку акцизного налога, но кроме того, Госдума России приняла закон, сегодня, как бы, есть пошлина, да, экспортная пошлина на нефть, нефть и фитопродукты, которая составляет 30%. Вот нам отправляют ГСМ без пошлины, то есть на 30% дешевле, чем, как бы, другие страны, будем так говорить, да. Закон, который был принят, он предполагает, что в течение 6 лет ежегодно на 5% будет повышаться налог, я вот точное название налога сейчас, к сожалению, не вспомню, но он, что там налог на добычу называется у них, да, и при этом будет, как бы, уменьшаться ставка пошлины, то есть с 1 января 2019 года ставка экспортной пошлины будет 25%, налог поведится на 5%, и ежегодно это 5% изменение будет, то есть через 6 лет стоимость нефти и нефтепродуктов будет на 30% дороже, чем сегодня, но при этом она будет, как бы, станет одинаковой для всех стран, которые импортируют нефть и нефтепродукты из Российской Федерации. То есть то преимущество, которое у нас сегодня есть, да, то есть фактически дотация, которая мы получаем, у нас идет на нет. Поэтому, понимая это, мы должны, как бы, искать новые источники поставки нефти и нефтепродуктов из других стран. Ну и, естественно, как бы, понимая, что транспортная составляющая тоже достаточно весомая добавка к стоимости конечного продукта, то логично говорить о том, что ближайший сосед, с которым у нас хорошая логистика, это Казахстан. И вот здесь, как бы, хорошие новости, что Казахстан достаточно активно занимается реконструкцией своих нефтеперерабатывающих заводов. И уже в этом году впервые они вышли на профицит нефти и нефтепродуктов. То есть раньше у них был дефицит, и они сами часть нефтепродуктов покупали в Российской Федерации, то в этом году впервые у них где-то 400 тысяч тонн образовался профицит, и они уже готовы его экспортировать и активно ищут рынки, куда сбывать этот продукт. Я думаю, здесь уже на 90% вопрос решен. То есть есть уже проект соглашения, который практически согласован. Рамочное соглашение? Ну да, то есть которая тоже позволяет Казахстану беспошленно поставлять на наш рынок свою продукцию. Уже известны объемы? Нет, объемы пока не проговаривались. Значит, объемы будут проговариваться в так называемом топливном балансе. Индикативный баланс. Да, индикативный топливный баланс, который будет составляться теперь уже в трехстороннем формате. Потому что беспошленные поставки, они предполагают, что это датируемые поставки, то есть как бы бюджет страны, который отправляет ГСМ, недополучает определенную сумму, тем самым датирует нашу экономику, но при этом есть одно условие, что это только для внутреннего пользования. То есть мы не можем реэкспортировать данный бензин или топлива. Поэтому, так как теперь две страны будут поставлять к нам беспошленно ГСМ, нефть и ГСМ, то, естественно, будет составляться трехсторонний топливный баланс, который будет определять, какое количество будет закрывать Российская Федерация, какое количество будет закрывать Казахстан. И вот там уже будут определены объемы. Но сегодня профицит где-то около 400 тысяч тонн. Предварительно мы говорили, что на этот год, может быть, мы получим около 100 тысяч, но пока вот как бы соглашение до финального варианта еще не доведено. И может быть, скорее, или даже более вероятный сценарий, что мы все-таки начнем с начала следующего года уже получать ГСМ из Казахстана. Только один единственный вариант. Вариантов не так много. Нет, то, что я сказал, это меры, это не вариант. Но мер у нас будет несколько, не только поставка из Казахстана, но и в том числе как бы иные. Мы не должны забывать, что хотя и небольшие объемы, но мы тоже добываем нефть. И эта нефть, к сожалению, уходила в Узбекистан, перерабатывалась там и потреблялась на узбекском рынке. Сегодня мы ведем речь о том, чтобы ввести ограничительные меры на экспорт нашей нефти, для того, чтобы она шла на внутренний рынок, перерабатывалась здесь. Тем более, что мощностей у нас больше, чем достаточно. Мы полностью при загрузке нефти у наших нефтепереродач ищущих заводов, мы можем 100% закрывать свою внутреннюю потребность еще и экспортировать. То есть сырье, которое добывается у нас в Казахстане, полностью покроет после переработки? Нет, нет, нет. Имеется в виду... Сколько процентов рынка внутреннего? Сырье, которое мы добываем, нефть, оно не покроет, естественно, нашу потребность. На сколько процентов он вообще сейчас покрывает? Ну, знаете, чтобы не вводить заблуждение, я сейчас точную цифру не назову вам, но я думаю, до 20% это точно, не более 20%, но может быть даже меньше будет, в зависимости от того, как будут эти разведочные работы и так далее. Но в совокупности меры, которые будут предлагаться, они, естественно, должны будут повлиять на себестоимость продукции и на баланс спроса и предложения на внутреннем рынке. Скажем так, расстояние поставок, допустим, Шемкенского завода до Кыргызстана, оно значительно ближе, чем расстояние, допустим, с того же Орского НПЗ, Омского НПЗ и так далее. В итоге, на сколько процентов, как думаете, снизится? Ну, смотрите, сейчас точно, конечно, только по логистике где-то оптимизации стоит ожидать порядка, ну, давайте я не буду так четко не смогу назвать, но порядка 60-70 долларов на тонну. Это достаточно хорошая экономия, которая в том числе становится более привлекательными, когда мы говорим там о какой-то экологической составляющей. Казахстанские нефтеперывающие заводы производят продукцию класса 4-5. При, скажем так, оптимизации цены и получении продукта более высокого качества, стабильно высокого качества, я думаю, это еще делает их продукт более привлекательным для нашего рынка. Местное производство тоже необходимо стимулировать, но сегодня позиционировать нефтепродукт, полученный из нашей, в принципе, нефти к достаточно низкого качества, как альтернативе или такой полноценной альтернативе казахстанскому продукту или Российской Федерации, я бы на сегодняшний день позиционировать не стал бы. Я бы хотел сказать, что мы работаем с компанией Джунда, это новое мощное перерабатывающее предприятие. Да, на сегодняшний день они не могут выпускать продукцию класса евро-4, евро-5, но они над этим вопросом очень активно работают. Они уже заказали проект и уже посчитали объем инвестиций. И насколько они дают нам информацию, до 2021 года это будет около 500 миллионов долларов инвестиций и реконструкция будет завершена к 2021 году. В этот момент они по своим качественным характеристикам готовы будут выпускать продукцию именно тех требований, которые оговорены в нашем техническом регламенте. Данный завод перерабатывает российскую сырную нефть? Они сейчас работают с казахской нефтью. У них есть альтернатива два рынка, то есть это и российский, и казахский, которые могут поставлять нефть. Опять же они перерабатывают и нашу нефть, которая добывается в Кыргызской республике. И полностью вся переработанная продукция реализуется на внутреннем рынке? Нет, сегодня они экспортируют часть продукции, но в Таджикистан, в Афганистан. В перспективе они могут работать на внутреннем рынке и быть серьезным конкурентом нашим нефтетрейдерам, которые, конечно, не очень рады тому, что они активно работают. Но вы планируете ввести ограничения, чтобы эта продукция готова не выходила на экспорт? Да, вот эти механизмы у нас есть. То есть мы можем... То есть это в какую перспективу планируете уже вводить? Тариф на нефть мы уже как бы сейчас вводим, нефть уже не будет продаваться за рубеж. А если у нас будет как бы рост цен на ГСМ, то, естественно, это будет следующая вынужденная мера, когда наши производители начнут как бы перерабатывать достаточно большие объемы и при росте цен внутренней страны хотеть экспортировать в другие страны, мы можем вводить тарифные методы регулирования, то есть устанавливать экспортную почту, например, тем самым стимулируя, чтобы они продавали свою продукцию внутренней страны. Ну, сейчас судьба завода Джунда тоже под вопросом. Сейчас там идут бесконечные судебные разбирательства. Насколько нам известно, сейчас производство временно приостановлено. Да, ну, я... Как этот вопрос вы решите? Мы этот вопрос подняли на заседании правительства, после этого премьер-министр проводил встречу с компанией Джунда, и я думаю, было найдено приемлемое решение, которое вот эти проблемы, которые накопились в взаимоотношениях фискальных органов, там, финполиции и компании, они найдут свое разрешение, я больше чем уверен в этом. И завод заработает когда? Да, ну, завод, как бы, есть устное, будем так говорить, обязательство руководства завода, что они в ближайшие дни уже должны, как бы, производство запустить и продолжить работу, а те проблемы, которые... А эти проблемы еще 15-го года, на самом деле, они, я думаю, разрешатся в судебном порядке. А независимо от судебных разбирательств, завод будет... Более того, они, я говорю, очень активно работают, надо вопрос о модернизации, перехода на евро-5, евро-4. Это будут большие инвестиции, что тоже очень положительно отразится на нашей экономике. С Нового года мы уже, скорее всего, будем получать топливо с Казахстана, потому что, ну, это даже было бы удобно, так как баланс составляется на год, если мы вот сейчас в течение ноября-декабря как бы согласуем, подпишем, утвердим и с Нового года было бы очень, как удача, если бы мы уже работали по новым балансам, получая с двух источников нефтепродукта. Индикативный баланс не может быть подписан без соответствующего соглашения, поэтому мы в первую очередь ждем подписанного соглашения, а уже в последующем это уже чисто такой вопрос операционного характера, где будут определяться необходимые объемы в рамках того или иного продукта. Потребность рынка в ГСМ у нас растет из года в год. В следующем году он на сколько вырастет, потому что у нас увеличивается количество автомашин, транспортных средств. Перевод транспортных средств на газ. Намного выгоднее ездить на газе, чем на бензине. Единственное, конечно, у нас сегодня пока слабо развитая инфраструктура. Значит, объемы, которые были у нас в этом году, они останутся и в следующем. Ну, у нас небольшой рост каждый год происходит, но он достаточно незначительный по сравнению с общей… Ну, вот, допустим, потребность рынка 1,1, больше 1 миллиона тонн, более 1 миллиона тонн мы потребляем ежегодно. В следующем году на этом же уровне будет потребление? Там у нас рост составляет в пределах роста внутренне овалого продукта ежегодно, то есть 2, 3, 5 процентов вот в таких пределах. Предложения существуют уже в настоящее время на рынке, но вы же знаете, для того, чтобы перевести автомобиль с использованием, допустим, бензина и дизельного топлива на жирный газ, это сопряжено с определенными расходами. Соответственно, уже сегодня мы думаем о том, как мы будем компенсировать рост цен отпускной стоимости заводов основных поставщиков на сегодняшний день и чем мы можем замещать, опять же, в среднесрочной перспективе. Небольшой пример перейду. Некоторые страховые компании, как, например, голландские, для того, чтобы завоевать доверие своих страхователей, идут на такие приятные исключения с правил и якобы предлагают своим клиентам возмещать дополнительные расходы, если цена на бензин вырастет на 15 процентов, более чем на 15 процентов. При этом страховка будет стоить 20 евро в год. Вообще, насколько эта информация, соответственно, в действительности сказать трудно, но тем не менее, да? Как вам такой вариант решения проблемы? Ну, это рынок. То есть, если наши страховые компании изучат опыт и как бы найдут привлекательный такой страховой продукт, предложат его потребителю, почему нет? То есть, вы сейчас подсказали нашим страховым компаниям, как можно заработать деньги. Но я хотел бы еще отметить, что у нас есть закон, который позволяет правительству реагировать на резкий скачок цен на определенные виды товаров. То есть, когда в течение месяца цена вырастает более чем на 20 процентов, тогда мы можем временно вводить регулированный цен. Но я больше чем уверен, что как бы все-таки те меры, которые мы предлагаем, позволят не допустить таких резких скачков. Наша страна, она не может в полном объеме обеспечить контроль тех процессов, которые осуществляются ценами, допустим, Российской Федерации и так далее. Поэтому контролировать наступление страхового случая в данной ситуации, оно немножко неблагодарное дело и высоко рискованно. Поэтому, наверное, такой вид страхования, он больше подходит к тем странам, в которых осуществляют деятельность как раз вертикально интегрированной нефтяной компании, когда цепочка производства начинается от добычи и заканчивая распределительными какими-то мощностями. Давайте резюмируем нашу сегодняшнюю беседу. К чему мы пришли? Все доступные инструменты, которые имеются в распоряжении производительства, мы будем по мере необходимости применять и тем самым прикладывать необходимые усилия для недопущения роста конечной стоимости продукции на внутреннем рынке. Я, пользуясь случаем, хотел бы попросить и обратиться к правительству в лице Олега Михайловича, чтобы процедура, в том числе и заключение соглашения с Казахстаном, она проходила как можно быстрее, в максимально короткие сроки. А как дальше будут развиваться события, покажет время. Вам спасибо за ответы и за участие в нашей программе. Спасибо вам. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Далее наш выпуск продолжает обзор рынка страхования Кыргызстана. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Сейчас получается рынок на сколько процентов готов? Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова 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 Потому что в целом рынок сейчас работает только с корпоративными клиентами. Тоже так судить как-то некорректно, потому что договора заключаются на год. Надо взять статистику на 5 лет или больше. На сайте Госфинадзора ежеквартально опубликовываются данные, сведения всех страховых компаний, сколько страховой компании собрали, сколько выплатили гражданам. Поэтому будет правильно, если при выборе страховой компании каждый гражданин ознакомился с этим сведением. Потому что там открытая информация и вся информация видна, какая компания платежеспособна, выплачивает действительно. Мы собрали в течение года 50 миллионов сомов. Из них мы выплатили гражданам 13 миллионов сомов. Коэффициент составляет 26%. По итогам 9 месяцев 2018 года мы собрали 42 миллиона. И в то же время выплатили около 11 миллионов. Тоже процент где-то около 27% мы выплачиваем. Поэтому любой гражданин и любая юридическая организация могут смотреть на сайте Госфинадзора. Как будет работать механизм досудебного регулирования. На момент принятия документа предлагалось разногласия между потерпевшим и страховой компанией. Улаживали страховые арбитры. А они, оказывается, находятся в подчинении страховых компаний. Это не приведет к конфликту интересов? Совсем не так. Я с вами полностью не согласен. Потому что страховой арбитр это независимый орган. Я вас уверяю. В орган управления страхового арбитра входят представители государственных структур. Это представители Госфинадзора. Представители Министерства внутренних дел. Министерства транспорта. Представители страховых компаний. Решение страхового арбитра, с которым согласился потерпевший, является обязательным для исполнения страховщиком. Поэтому в случае несогласия с решением страхового арбитра, потерпевший пора обратиться в суд, соответствующий с законодательством Кыргызской Республики. Спасибо вам, Санчербек Усенбекович, за содержательную беседу. До свидания. Спасибо большое. До свидания. На этом у меня все. Вы смотрели программу «Реальная экономика» и с вами была Салтнат Кудайбердеева. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова